внимание друзья сегодня у нас очередная как его назвать то как его назвать его можно назвать очередная телемостка сейчас я набираю номер человека который в трудную минуту ко мне позвонил посмотрите я готовлю вебинар так вот он этот вебинар и что вот и тут оказывается что идет на крупнейшем сайте больше миллиона участников самого андрея туманова номер один садовод россии и он его поможет нет участницы но какие крутые я кандидат наук у меня шикарное образование человек это железо в сумме вида несет чушь он металлург смотреть фото еще чего я профессионал ученый селекционер думаю не стоит знать вот и она оказывается решила что не надо знать про абрикосы я сейчас быстро наберу а потом тот самый счастливый случай когда такой тоске мне звонит старый 1 иль который когда-то у меня привел ко мне и так вот то самое та коротенько 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 это знаете это один год только это только один год только один год вот и вот сейчас в эту минуту я готовлюсь к вебинару сегодня воскресенье, завтра понедельник звонок, сейчас я его как только мой старый друг мне позвонил, молчал столько лет несколько лет и вдруг начал говорить абрикосы, абрикосы я говорю, замолчи немедленно все должно быть экспромтом сейчас будешь рассказывать вот и сказал, что я позвоню через 5 минут звоню что-то по-прежнему тихо только с тобой так ну не знаю ну так нормально? да нет, тихо, но если а вдруг все-таки потом ты не можешь тебе звук добавить? ничего? я не знаю, спутался, спутались сейчас я там с телефоном-то не знаю знаешь, карту может быть он все-таки потом ну давай пока поговорим не записывайся потом фотографии пришешь какой-нибудь текст давай, рассказывай ну чёте вот я думаю я обратил особое внимание у меня в этом году все они теперь у меня буквально на 3-й год посчитали на 2-й год ну ты понимаешь я не знаю может это так кажется но и есть на самом деле то есть абрикос имеет свойство когда детка подвергла и она в этом году по-другому он перестраивает почку обычную с тобой Петрович, я перервусь не получится разговора практически не слышно есть же телефоны другие мне же звонят люди и я ни разу не было сбоя только с тобой ты можешь найти другой телефон? давай, я тогда не буду съемка отключать ты просто диктуй мне а почему-то громче стало давай поворачивай еще еще как-нибудь разговаривай там нижний нижний срез разговаривай нижний торец в нижний торец говори ну пойдет давай рассказывай только так я с Кузбасса дальше ничего не помню ну что ж Кузбасс город Больский Кузбасс да, примерно широта такая уж как у вас климат примерно тот же самый под температур у нас снега намного больше в этом году было столько снега чтобы не сидерей подпереломал вот сейчас ходил ветки не связывал пока не отстаивался да, изолентой перематывал ну, кстати, помогает они, что приживают ветки что-то присягиваешь одну к другую очень много переломало снега было в этом году просто ужас просто все все под снегом было абрикосы вот твои которые до трех метров входят они практически все были под снегом вот которая взяла в 16-м году которую я брал садил я обратил одну оцепенность то есть веточка веточка если которая подмерзла и должна в этом году погибнуть я просто ошибаюсь конечно вот она перестраивает почву и цветет вот она цвела потом погибла эта ветка у меня было два раза что такое вот морозы были в том в прошлом году были страшные морозы на 30 градусов до 50-ти да до 50-ти были а ты говоришь про урожай ты говорил что урожай был сливы у меня были урожай абрикосовая слива слива со вкусом абрикоса она и похожа на абрикосов она не шероховатая и слегкой горчинкой она и мне косточка как абрикосовая почти ну как он и чьи косточка что тебе я такой она низкорослая я не знаю какой это сорт низкорослая буквально полтора метра высотой была ой ты мне про абрикос а про абрикос про абрикосы у меня были ну всего несколько ягодов было ты мне в шестнадцатом году давал их вот а вот в этом году зацветет уже весь абрикосы я тебя хоть и приглашаю тебе будем ездить я не знаю какие у меня будут будем ездить а те на что привиты которые погибли так а что за нет а тебе не кажется что они могли сопреть а так ты культурные культурные косточки где я брал выписывал но косточки они растут их и так видно вот допустим у меня дерево одно у него такие ну вот сейчас будет в этом году будет у него все оно как бы развивалось было более слабо развивалось медленно вес течет как горизонтально у нее к стволу не вертикально не острый угол а прям прямой угол практически к стволу и видно что культурный абрикос что какой-то благородный ну не знаю буду смотреть потом году а полудикие вот эти вот у меня пыль да помнишь которую я брал на рынке вот эти полудикие они пыль типа как они называются там у них на рынке за которыми вырубили жардель ну типа жардели что-то вот эти пыль ну жардели все-таки с Украины ладно давай дальше рассказывай а что еще тебе рассказать приезжаю все увидишь а яблони груши яблони груши ну тут понимаешь я как-то слабо занимался яблони груши я только в этом закуре взял черенки в том году приготовил подвой подвой приготовил в этом году только буду прививать яблони груши я пробовал в том году абрикосы и сливы прививать на черемуху Хе-хе. Привились они. Привились они. Понимаешь, дело в том, что я их позакошло, что в году касал и шагил восемь. А весной привил, а корень был слабый, а в том году на весной было очень сухо, и практически почти все погибло. Осталось одна слива привитая, один абрикос привитый на черепах. Так, ну тебя это... Ну я был наглый, но ты... Ну я ж на спирме, я если взялся, я ж не буду плакать, как эти рукожопые, которые тебя ругают, понимаешь? Любое дело надо любить и отдавать им все души, если ты хочешь получить какой-то резинцат. А если на Железов или на Сидорова, или еще на кого-то пинять, понимаешь? У нас любят пинять на Путина, у нас здесь на Тулеева пиняли, понимаешь, что они во всем виноваты. Ну это как раз та категория людей, у которых Путин во всем виноват, потом Железов. Ну сейчас я еще с него выйду, сейчас я буду виноват в это самое... Конечно ты, а кто же? Ну Сидоров Олег Петрович скажешь, но теперь еще один дурак прибился в Железовом рядом. Ну тут в Хакасе это с Кузбаса. Эх Петрович, раньше вода мокрея была. И сахар, помнишь, слаще был? Не, ну мы относимся к той категории людей, понимаешь, которые помнят, чем вкус настоящей дураковской колбасы, нас не обманешь, понимаешь? Правильно я говорю? Да правильно, я бы сейчас не отказался. Вот, и фливочное масло мы помним, и все остальное. И поэтому мы привыкли к натуральным продуктам. Почему я и выращиваю? Да-да, я тут слушаю тебя, сейчас ты мои вебинары не смотришь понедельничные. Да. Я сейчас знаю все, у нас еще целых 18 минут пока отключится. Я взял и камеру уперся в компьютер. И здесь фотография, где... Ты вот как начал говорить, все свое, как тот древний римлянин, все свое ношу с собой. Так вот, здесь у меня на фотографии... Мы с тобой снимали фильм, помнишь, приезжали, с Белова были, семья с Белова была, и я когда мы приезжали. Да я-то помню, народ забыл, а я сейчас по новой хочу. Но меня вот эти тормозят, ученые дамы. Вот у нас шикарное образование, какой-то металлург. И вот смотри, я уперся в фотографию, показываю. Здесь 60 минусинцев должны были построить дома 10 лет назад. Построить дома должны были, и тут бы играли бы дети. Место уникальное для садов. Если помнишь, шоссе, подъезд к Красному хутору только с другой стороны. Там была дойка, там был колодец, все было. Вот, все уничтожено, и сейчас растет высокий густой лес. За 10 лет такие сосны поднялись. Больше, а место не пахнет, все уже, а его не вернешь. Вот. И что, я к чему говорю? Там бы люди сейчас бы те же курей бы держали. А кто-то, может, и колбасу бы делал. Мне так обидно, страшно. А вот эти вот, понимаешь, сидят вот там на этом, как он называется, в одноклассниках, как эта группа. Вот, они сидят там, кости моют, да, на всех набрасываются. И думаю, за что? Что я плохого сказал, когда говорю, что, это самое, дети должны не дома сидеть, а на стадионы гнать, силой гнать. И прочее, прочее. Я вот уже тебе жалуюсь, больше некому. Владимир Константинович, вот ты закон Дарвина видишь, нет? Дарвина? И да, и нет. Дарвин частный случай общего развития. Вот я тебе могу сказать одно. Ты не мог из обезьяны стать человеком. Чем ты это говоришь? Это как раз те люди, которые из людей превращаются в обезьяны, которые их превращают. Понимаешь? Обратный процесс может быть. Это мое, мое личное зрение. Мое мнение. Вот это как раз как категория людей, которые превращаются в обезьян. Да я тебя это понимаю, вот боюсь, что они не понимают. Ну сколько другого велик человека там в принципе шоколизма. Помнишь был такой лозунг? Ленин, по-моему, сказал. То есть ты хочешь чего-то в жизни достичь, надо трудиться. А труд, 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 это творчество, это не работа, не надо ее спугать с работой. Работа это рабство. А труд это творчество, а творчество это вот полет мой крыль. Если у тебя мы крыль нет в голове, как же вот это бред, который ты несешь, и поливаешь все грязи, творческих людей, которые думают тебе. Ну, о чем такими людьми можно разговаривать с рабами? Они рабы своих мыслей. Рабы своей работы. Понимаешь? Да мне их жалко. Да. Мне их жалко. Да, они больные, и люди их надо лечить. Ну, лечить вот эту болезнь, которую они переживают болезнь, их вылечить только они сами могут себя. А они не хотят, кто лечится, им нравится жить в этой болезни. Мне с ним нравится вот именно жизнь больного человека, в котором они живут. А ты здоровый человек, творческий человек, и я здоровый творческий человек. Я знаю, для чего я живу. Мне 63 года. Понимаешь? Я полон сил. Я не хожу к врачам. Ни разу у них не было никогда-нибудь. Мне интересно жить. Я знаю, для чего я живу. Они не знают, для чего я живу. Для того, чтобы поливать грязи таких, как мы с тобой, ну пусть поливаем их. Если он от этого лечит. Почему я не хочу выходить в интернет? Почему я не хочу с ним общаться? Зачем? Зачем получать негатив от этой своей? В любом случае, любой человек, когда он несет к тебе негатив, если ты чистый душой человек, этот негатив вернется к нему. Понимаешь? Вот если ты не заслуживаешь того, что он тебе завалит, а тебе завалит, или пытается в тебя внедрить, понимаешь? У него ничего не получится. Если ты действительно виновен, то да, ты будешь наказан его словами или его муссками. Вот. Но если ты не виновен, он накажет сам себя. И словами ему муссками. Ну такой человек, я так понимаю, жив. И, не знаю, слава богу, я говорю, мне 64-й год. Я не болею, я ничем не болею. И не буду болеть. Я болею душой, болею за работу, за труд. Мне чем-то охотно заниматься, понимаешь? Куда-то стремиться, к чему-то двигаться до сих пор. Все, что у меня есть, все сделано моими руками, моими собственными. Вот. Поэтому не обращай внимание на него. Не обращайтесь. Да там просто получилось. Один неадекватный человек написал, что у Железова нет абрикосов, он романы пишет. Ну, ироничные романы. У него нет абрикосов. Мой брат за меня вступился, а эти девушки вроде нормальные люди. Взяли и набросились на него, как на это. Да. Нет. Ты чего ответил? Помнишь? Я хотел по твоему саду походить и с тобой пообщаться. Вживую, по телефону, не по интернету. А я помню, понимаешь? Именно съесть дерево абрикос и косточку в карман украли. Положат. Ту, которая мне нравится, или ту, которую ты мне пришлешь. Вот почему я приезжал. А они не верят и не верят, понимаешь? Но он не может поверить. Человек не создан для друга, он создан для рабства. А мы тогда кто с тобой? А мы тогда кто с тобой? Вы труженики, дворцы. Это совсем другое. Понимаешь? Труд – это творчество, а работа – это рабство. Трудчество – это когда ты получаешь удовольствие от работы, а радство – это когда ты идешь и работаешь по мере необходимости, потому что тебе просто надо жить на что-то кушать. И ты не получаешь удовольствие от работы. Понимаешь? Вот это радство. Нужно только работу выполнять, один будет твой, а другой будет раб. Все зависит от того, как ты к этому относишься. Как ты это воспринимаешь? И как ты сам себя настраиваешь на позитив или на негатив? И все. Ну я так думаю, потому что я не прав. Да вот… Кажется, мы вернулись, чего начали. Я имею в виду, опять классовое расслоение еще страшнее, чем было при царе и Брежневе. Вот это страшно. Не, ну понимаешь, у нас в России, наша Россия, ну как тебе сказать, вот чем отличается рабство от крепостного права? Ну, везде свое. Вот смотри, рабство, рабство, раб, работал он не работал, хозяин его должен накормить и ответить обогревать. Понимаешь? У нас хуже даже, у нас никто не собирается нас обогревать. Нужно накормить хозяина, накормить свою семью, еще царю батюшки и платить налог и работать подушкой. То есть, крепостное право хуже, чем рабство. Почему у нас самая большая страна в мире? Потому что такие, как ты и я, люди, бежали от рабства от этого, от крепостного права. Слава Богу, нас делали много и осваивали новые земли. Чтобы не платить налог всего, чтобы не содержать всю эту шоку московскую. Понимаешь? Поэтому мы разрослись в таких пределах. Слава Богу, было куда бежать туда. Да дальше уже некуда. Хуже русского народа никто никогда не суд. Просто об этом никто никогда не задумался. Я, наверное, первый задумался, что крепостное право это хуже рабство. Значит, нам не давали развиваться русскому народу. Мало того, что у нас там в 37-м году стреляли, там в 17-м году стреляли, уничтожали именно всю элиту. Более-менее кто может думать, что он может решать какие-то вопросы. Вот. И для этого все время уничтожать рабство, как крепостное право. Это все равно это же подавление человека как существа. Невозможность развить человека как личность. Если он постоянно гнетет какой-то вот этот меч, ты не можешь ничего сам решать никому. И до сих пор нас и подводят к этому. Понимаешь? на сих пор. Творческие люди, творческие люди, единичные. Их все равно их давят, на них вот это отношение с этими людьми. Вот и сейчас. Валера, да, давят, душат, но не эти наверху, а такие же рабы. Так они рабы, они привыкли, они по другому жить не могут. Понимаешь? Они не могут, это стадо баранов, которым нужен пастух. Вот когда их урошелся, там этим пастухом типа Навального, это не пионеров. Понимаешь? Нет, нет, давай про Навального не будем. Ты сам знаешь. Это такие же, понимаешь? Я не такие же. Вот, давай не будем переходить границу. Я о другом. Тибирязевку закрывает. Вот. Украла мои фотографии и мои фотографии и маяча, значит, признается агроном Тибирязевки. Абрикосы никогда не плодоносили. Чем они, вот это, заносчивость дикая. Я просто ничего понять не могу. Попросите, это я пользуюсь случаем. Вот ты говорил, теперь я. Можно пару минут? Вот. Дело в том, что тоже наболело. Почему? Почему? Если самих не получается, почему помощи не попросить? Представляешь, меня бы с десятью тысячами косточек. Ой, прошу прощения, сейчас я открою дверь, кто-то звонит. Я не отключаюсь. Ага, да. Понял. Пришли девочки, знают, что денег дам. уже достаю. Вот. Полуголодные, никому нахрен не нужные, запекаемые семьи. Сейчас, секундочку. Ладно. И мне самое главное, вот это. Хвастать, что выпускники Тимирязевки и шикарное образование. Понимаешь, Валерий Константинович, мое первое высшее образование было пока в совет войне. Знаешь, что это такое? Нет. Нет. Это как раз оформление заявок на изобретение распределения сейчас. Сейчас, секунду. Снежана, на. Вот смотри, если бы ты предложил свои косточки не в карточке автора, а чтоб не про тебя забыли, ты просто приехал и не помог, и про тебя просто бы все забыли. Глядишь, а может быть не, не, они не опустятся до этого. Гонор дикий. Дичайший гонор. Невыносимый. Нас закроют, но мы ни за что не попросим помощи у любителей, которые обогнали на сто, на двести лет. Я сейчас только фотографии на экране показывал, пока мы говорили. Умрем, но не это, но не сдадимся. Останемся без работы, но, понимаешь, я специально говорю, еще несколько минут есть. Это важнейший момент. Мы бы, я и это, ты, конечно, за всеми вебинарами не следишь, еще десяток моих помощников, мы бы приехали в Москву, мы бы сами заложили бы сад в Москве, где земля стоит миллиарды, и уже бульдозеры уже готовы. Понимаешь? Стоит три-четыре года продержаться вот эти абрикосы, которые сейчас только показывал. Вот, сейчас, секундочку. Вот, например. Валерий Константинович, еще секундочку, можешь меня послушать? Ты понимаешь, вот эти люди, вот эта категория людей, они в свое время Менделеева не признали, который таблицу открыл, они его не признали, величайшего человека в мире, понимаешь? А ты хочешь, чтобы они нас с тобой признали? Ты о чем? Да нет, я бы хочу спасти Тимирязевку! Суворова ногами там стали эти люди, понимаешь? А ты хочешь, чтобы они тебя признали? Да не признали Тимирязевку спасти! На каком планете? На каком мире? Ведь это же запросто, ведь 3-4 года продержаться от этого, от моих косточек, от моих черенков, и все! Они себя ломать не будут! Ну и же уволят всех к чертовой матери! Почему это? Там же должен быть хоть один-то разумный! Нету разумных! У нас много! Там все умные! Понимаешь? Умные и разумные! Это разные вещи! Это просто совершенно разные слова! И имеют разный подсерк, разное понятие! Умные и разумные! Умные там есть, разумных там нету! Эти были разумные там, люди, обладающие разумом! Понимаешь? То есть смотрящие вперед, смотрящие в будущее, не думающие о тебе, они давно обратились тебе за помощью! А там просто умные! Они получили образование, получили красные дипломы! Все получили! У них есть знания! Да они нищие, такие же, как мы! Петрович! Это же действительно рабство! Потому что жить в нищете, есть шанс вырваться с нищеты! Я же говорю, двадцать человек, я двадцать первый! Эти самые, сразу на Нобелевку можно подавать! Несколько лет всего до этого! Потому что, поверить только! Никакой генетики! Никакого вмешательства в это самое! В ДНК! Никуда! Никакой директор, Сергей Б escuchа! Добился! Ну если б я себя не нашел, я б не добился этого, я б не смог здесь купить, вот это сделать то, что я сейчас ел в �нете! Понимаешь? Ты мне дал материал, отработанный материал, который, за тебя отрабатывал кто-то, ты отрабатывал, и я уже шел по готовому, мне было легче намного! да да я слушаю нет нет и дооборот внимательно слушаю готовая готовая а потом попробуй ка это зима нет нет это неправильно говоришь зима 2000 1984 85 когда я приехал 40 градусная она тут все сады на хрен вычистила потому что люди не знали что это что у них рядом с усурийская груша дикий сад что у них в лесу сибирка растет не знали я эти китайки что они годятся для выращивания 100 граммовых слив при подвоя никто ничего вот это вот а самое главное зачем они не знали их не не было и при саде до хозяйства журнала не было газет этих и они не знали как уничтожить сады а потом на моих глазах началось дикое дичайшая вакханалия резать 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 от сараногорского феномена слава богу хоть я что-то умное сегодня услышал впервые за целый день а мне знаешь как обидно было это 30 40 градусов до 45 8 градусов 2000 2001 2005 6 последняя зима несколько таких ведь все что они калечили все еще жила жила благодатный край перекрыли неси потеплел на до 23 градуса самый предел и вот эти вот зимы вымели сады до того обидно константин и все гибнуть приходишь а еще я вообще ничего по это пришел такой дикий ужас и когда я это начал 2000 фильмов 400 статей эти выступления по несколько десятков телеканалов включая телеканал из москвы это и нашел только дикую злобу вот на меня перед глазами наталья медведева мне не интересно я кандидат наук у меня шикарное образование человек с умным видом это я ничего чушь он металлург я не просто металлург я ордена носится у меня звание лучшего рационизатор изобретателя города норильска за 37 лет пока я тут живу с такими мозгами лучшего рационизатор изобретателя я мог что-то придумать нет он металлург это знаешь как извини это наболело валера ты мне слушатель благодарны сейчас диплома покупает нормально но ты совсем опустила эту даму которая пишет у меня шикарное образование да я просил показать абрикосы нет почему люпин люпин она вывела петрович время кончилось сейчас отключится а через 20 секунд отключится давай прощайся с народом валера ты моря позвонил все отключается меня бог тебя послал сегодня все пока запись кончил